я снимаю видео сегодня самое запрашиваемое на моем канале про волосы про то как быстро волосы отрастить причем как отрастить красивые волосы постараюсь очень кратко и по делу рассказать вообще какие средства помогают мне чтобы волосы были всегда красивыми длинными при этом я не говорю сегодня про густоту волос все мы знаем про 90 процентов того что в густоте играет генетика пожалуйста давайте будем избегать этих комментариев что все это не действует генетика сегодня поговорим именно про то как волосы очень быстро и эффективно отрастить чтобы они у вас были длинными и красивыми мой первый совет касается маски для волос для роста волос с настойкой перечной мяты я сейчас не буду вам подробно рассказывать про приготовление этой маски потому что я рассказывала очень подробно вот в этом видео оставлю вам ссылку на него обязательно посмотрите и суть ее состоит в том что настойка перечной мяты при ее регулярном использовании это очень важно она стимулирует луковицу луковицу ваших волос и волосы начинают быстрее расти они действительно растут просто за скоростью какой-то невероятный таким образом вы стимулируете я никогда в жизни не пользовалась никакими искусственными стимуляторами для роста волосы эти никакими капсулами никакими таблетками я использую настойку перечной мяты мне она очень нравится ее нужно делать примерно хотя бы недели две но естественно смотрите вообще как ваша кожа головы реагирует на настойка перечной мяты в общем видео оставлю здесь не пренебрегайте масками пожалуйста я в своей жизни в салон вообще хожу только чтобы кончики ровнять и все процедуры самые действенные процедуры по восстановлению волос для ускорения роста волос можно сделать дома в домашних условиях не стоит забывать про то чтобы волосы были длинными красивыми их нужно регулярно подпитывать к сожалению вот в большинстве случаев и в моем тоже случае просто мыть голову наносить какой-то бальзам мне этого оказалось мало и я это поняла на самом деле не так давно и нужно питать ваши волосы не смываемыми маслами естественно все индивидуально например я прям подобрала себе масло которое мне очень устраивает не подумайте что это реклама керастаз мне ничего к сожалению не присылает но масло у них действительно классная и в случае моих пористых волос она у меня прям очень сильно помогает я сейчас пользуюсь серии дисциплина то есть я уже рассказывала что у керастаза я попробовала несколько масел и именно дисциплина мне понравилось потому что она не утяжеляет волосы она их распрямляет то есть тюгами я не пользуюсь вообще волосы у меня будут волнистые если я их высушу естественным путем но я их просто сушу феном и все никаким утюгом сейчас я не пользуюсь послушными и эластичными они как раз становятся после регулярного использования масла то есть масло но имеет накопительный эффект она проникает внутрь волоса волос становится более резистентным он менее ломкий он выглядит более плотным блестящим поэтому нужно просто подобрать масло которое вам будет по душе которое будет подходить к структуре ваших волос нужно посмотреть опять же на ритм сколько вам нужно пользоваться маслом сколько раз в неделю я например пользуюсь маслом для волос сразу после того как я голову помыла потому что волосы у меня достаточно пушатся сразу после душа и затем я пользуюсь маслом примерно через два дня голову я кстати мою два раза в неделю мне этого хватает свою голову я как раз приучила к такому мутью третий пункт как раз касается того что не нужно голову мыть слишком часто потому что убирая нужный сальный жир как бы это странно не звучало на голове но этот сальный жир он защищает луковицу он ее питает и таким образом она как бы она больше и быстрее растет к тому же если вы как я не можете жить без фена и голову слушайте каждый день то естественно негативное воздействие фена на волосы его нельзя исключать даже если вы пользуетесь термозащитой тем не менее вот голову чем реже вы будете мыть тем будет лучше для вас и для роста ваших волос следующий пункт касается массажа головы здесь очень такой двоякий эффект потому что если вы будете массировать кожу вашей головы естественно это будет активировать кровоток это будет опять же питать луковицу волосы будут быстрее расти но при этом они будут быстрее загрязняться потому что стимулируя кровоток вы также стимулируете сальный жир и И волосы будут загрязняться чуть быстрее, если бы их вы вообще не трогали. То есть здесь нужно смотреть, опять же, на вашу реакцию, на реакцию вашей кожи, головы и волос, и делать массаж хотя бы два раза в неделю минимум, например, просто перед тем, как вы будете мыть голову. Я просто в интернете сначала открывала картинки по массажу вообще, какие есть техники, и просто пришла к выводу, что на меня действует больше всего обычное массирование пальцами. Но при этом смотрите, конечно же, чтобы у вас не были длинные ногти, чтобы ни в коем случае не повредить кожу головы, потому что иначе эффект может получиться совершенно другой. Знаете, для меня было прямо таким небольшим открытием, что даже один компонент может полностью поменять вообще весь вид ваших волос. И для меня, например, таким ингредиентом-компонентом стал экстракт протеина шелка. Я о нем вообще не знала, то есть, по сути, я никого не смотрела, я сейчас не хвалюсь, но в Париже есть сеть магазинов аромазона, и она специализируется как раз на эфирных маслах, на всяких натуральных ингредиентах. И там я наткнулась на такой маленький бутылек, на котором был написан экстракт протеина шелка. То есть, по сути, были перечислены его основные действующие компоненты, какой результат в целом он дает, то есть, какие у него характеристики, это то, что он смягчает, то, что он делает кожу более гладкой, более эластичной. Также было написано, что он подходит для волос. Я подумала, почему бы мне не попробовать использовать этот экстракт протеина шелка для своих волос, чтобы делать какие-то маски. И пришла к выводу, что у меня просто наибольшее воздействие он оказывает, когда я просто добавляю его в свой бальзам, в какую-то маску, даже в покупную маску или бальзам, оставляю буквально на 2 минуты, ну, знаете, обычное действие бальзама, и смываю, и все. Вот этот экстракт протеина шелка, его достаточно добавить 11-12 капель на мою длину, и я ощущаю эффект. То есть, если бы я мылась шампунем, даже самым классным, самым дорогим, без экстракта протеина шелка, то я бы сразу чувствовала результат, у него тоже накопительный эффект, потому что пользоваться я им начала ровно год назад, и могу сказать, что волосы стали вот значительно лучше. То есть, действительно, никаких салонных процедур не надо, это все в домашних условиях, к тому же использовать его очень удобно и очень быстро. То есть, вы, по сути, не меняете своих каких-то привычек, вы также пользуетесь шампунем, бальзамом для волос, но просто добавляете туда вот несколько капель этого средства, которое действительно действует, и результат у меня был прям буквально после первого мытья волос. Я вам ссылку тоже оставлю, хотя, знаете, давайте я вообще сделаю так, что я весь плейлист по волосам просто скопирую, и оставлю внизу видео в описании. Так что заглядывайте туда и находите все вопросы про протеин шелка, про настойку перечной мяты, вот, думаю, вам это будет полезно. Очень важный пункт это то, какая у вас расческа. Я раньше думала, главное, чтобы расческа была подороже, и все будет здорово. И одно время у меня была достаточно дорогая расческа, вот эти вот тизеры, и которая просто превратила мои волосы в какой-то кошмар, потому что они не расчесывались, они были вечно запутаны, и в конце концов вообще получился какой-то колтун, знаете, вот в нижней части волос, возле шеи, и я поняла, что мне просто срочно нужно избавляться от этой расчески, то есть моему типу волос и моей длине длинным волосам она не подходила совершенно. После этого у меня была череда других расчесок, я пыталась пользоваться расческой из натуральной щетины, я взяла себе расческу из щетины кабана. Натуральные расчески очень советую, говорят, что они придают блеск волосам, волосы вообще не травмируют, но знаете, мне кажется, достаточно густым волосам такие расчески не подходят, потому что я опять не могла прочесать свои волосы, я уже пробовала разные техники, волосы разделять на несколько частей, прочесывать сначала передние пряди, затем задние, было сложно. И вот я просто вернулась к деревянному гребню, знаете, у меня гребень сделана в Сибири, или из Сибири с любовью, я его просто из Абакана привезла в Париж, и пользуюсь им уже, наверное, года два точно. Естественно, я смотрю, чтобы на нем не было ни в коем случае никаких зазубринок, никаких трещинок, потому что это может волос очень сильно травмировать, нужно ваши расчески или гребни регулярно промывать, чтобы ни в коем случае там не скапливалась грязь хотя бы раз в неделю, хотя я знаю, многие пишут, что нужно после каждого использования расческу или ваш гребень промывать, ну не знаю, мне как-то хватает несколько раз в неделю, и просто от себя могу посоветовать, что деревянные гребни, они очень щадяще расчесывают ваши волосы, особенно если у вас волосы достаточно длинные и густые, чтобы эту длину сохранить, чтобы у вас волос просто не поломался под воздействием неправильной расчески, нужно выбирать расческу, которая вам подходит. Еще очень важное замечание, пожалуйста, не пользуйтесь расческами с металлическими зубьями, особенно когда вы сушите волосы феном, это просто получается эффект плойки, таким образом волосы у вас просто перегорают, представляете, железо, оно нагревается под воздействием фена, волосы это очень сильно вредит, поэтому лучше пользоваться даже какими-то пластиковыми насадками или вот щетки, знаете, для того, чтобы сделать себе укладку, я, например, пользуюсь такой, могу сказать, что она вполне даже приемлема для того, чтобы волосам не навредить, чтобы вот длину сохранить. Ну и пункт, который так логически перетекает из того, что я сказала, это то, что нужно сократить до минимума пользование утюжками или плойками, в общем, любыми приборами, которые будут нагревать волос, которые будут способствовать тому, что волосы будут сечься, что они будут очень быстро ломаться, пересыхать, это все способствует тому, что у вас волосы просто не будут дорастать до нужной вам длины, поэтому, ну, естественно, используйте по возможности средства для защиты от воздействия фена, если вы прям не можете без утюжка, старайтесь хотя бы не каждый день им пользоваться, у меня был период такой, что я не представляла вообще, как можно быть без утюга, потому что волосы у меня были действительно очень сухими, я не пользовалась на тот момент никакими маслами не смываемыми, про протеин шелка, про маски я и слышать не слышала, и просто моим выходом было каждый день использовать утюжок, потому что волосы торчали без него в разные стороны. Но когда волосы напитались, когда волосы восстановились, и за счет использования масел и масок, просто надобность в утюжке пропала, но я говорю, тем не менее, я со своими длинными волосами, конечно же, не могу не пользоваться феном, ну, не только потому, что волосы будут волнистыми, если я их буду сушить, естественным путем, как я вам говорила, но еще из-за того, что я просто двое суток, наверное, буду ждать, пока они у меня высохнут, и никуда выйти с ними не смогу. Поэтому постарайтесь делать как можно меньше манипуляций с вашими волосами, то есть меньше механических воздействий, которые могут травмировать ваши волосы, то есть что я хочу этим сказать. Старайтесь спать, заплетая косичку, либо, знаете, есть такие классные шелковые тюрбаны, я бы очень хотела себе когда-нибудь такой приобрести. Ну, в общем, старайтесь сделать так, что если вы спите, и у вас волосы уже длинные, какой-то длины определенной, которая будет вам мешаться, например, переворачиваться с одного бока на другой бок, то просто попытайтесь их собрать, чтобы за ночь они у вас не травмировались. Также вы старайтесь использовать шпильки, которые не будут, опять же, травмировать кожу вашей головы, резинки, которые не будут слишком перетягивать, потому что еще одна распространенная такая ошибка, что, ну, девушки очень хотят отрастить длинные, красивые волосы, но они используют, знаете, такие прически носят, что они просто стягивают их скальп, и очень страдает, опять, корень луковицы ваших волос, а этого делать ни в коем случае нельзя, то есть волосы, да, нужно прибирать, потому что тоже, если волосы слишком долго есть такая теория носить распущенными, то это тоже якобы такое негативное воздействие. На луковицы ваших волос, поэтому нужно найти такую золотую середину, использовать, например, резинки, которые будут мягкими, использовать прически, которые не будут вредить вашим волосам, и не будет чувства, знаете, такой стянутости, что ты потом просто под вечер приходишь, волосы распускаешь, и у тебя ощущение, что тебя весь день просто за волосы тянули, и охота очень массировать свою кожу головы, и, в общем, особое внимание также уделяйте шпилькам, чтобы ни в коем случае у них этот кончик не был срезан, то есть, чтобы он был защищен такой маленькой штучкой, потому что мои, например, шпильки, я не знаю, это абаканские шпильки, или у всех шпилек есть такой побочный эффект, но с течением времени у них теряется этот наконечник, и остается просто такая железная проволока, которая, если ее вот всадить в свою шишку, в свою гульку, пучок, в общем, все по-разному называют, то становится очень больно, и волосы, ну, действительно, просто ломаются, или просто выпадают с того, что вот такое вот негативное механическое именно воздействие. Ну, естественно, я уж не могла не затронуть вопрос питания, который очень важен в вопросе роста волос, в вопросе именно тоже качества волос, которые вы отращиваете, потому что в вашем рационе обязательно должны быть и белки, и углеводы, и полезные жиры. Конечно же, принимать витамин В в период, когда вы хотите отрастить волосы, это тоже очень важно, но если у вас есть такая возможность, конечно, лучше проконсультироваться с вашим врачом, что касается витаминов, чтобы ни в коем случае волосам не навредить. По себе могу сказать, что я ставила себе в уколах витамины группы В, которые называются комбилипен, мне они прям вот, видимо, помогли, то есть на тот момент, я помню, прям это была зима, волосы были очень тусклые, сухие, прям они пушились ужасно, секлись и выпадали, я проставила себе курсом эти витамины, волосы действительно преобразились, поэтому, ну вот в моем случае комбилипен, он подошел. Меня очень много спрашивают про никотиновую кислоту, вообще как я к ней отношусь, у меня на нее была чуть ли не аллергия, я помню, мне ее как-то поставили, если мы говорим про ту никотиновую кислоту, и, в общем, мне было очень плохо, поэтому, естественно, здесь все индивидуально, и нужно смотреть на свою реакцию организма, но при этом не забывайте про питание, которое для волос, оно действительно очень важно. Очень хорошая вещь, по крайней мере, в моем случае, это Дарсенваль. Сразу скажу, что у него есть прямо перечень ситуаций, когда использовать лучше его не использовать, то есть, если вы хотите попробовать аппарат Дарсенваль, то, естественно, лучше прочитать вообще инструкцию, кому он подходит, кому нет, и, опять же, смотреть на свою реакцию. Я про Дарсенваль очень подробно рассказывала в видео, ссылку у него оставлю здесь и внизу в описании. Скажу, что Дарсенваль это такая штука, в общем, смысл его состоит в электротоке, малого воздействия, оно просто, опять же, стимулирует ваши луковицы, то есть, стимулируется кровоток, кровоток идет более интенсивный, луковицы питаются, и волосы начинают расти более быстро, более интенсивно. К тому же, Дарсенваль очень советует, если волосы начали выпадать, если вам очень хочется густых волос, потому что за счет использования Дарсенвалья луковицы становятся более крепкими, волосы реже выпадают. Дарсенваль можно также проходить курс, я, например, делаю его весной и осенью, когда у меня волосы начинают как-то выпадать, в общем, не очень себя чувствует, у меня такое сезонное бывает, и мне хватает примерно недельного курса, каждый день, к тому же я еще пользуюсь им для лица, потому что он очень хорошо справляется с какими-то высыпаниями, с расширенными порами, в общем, у него очень большой спектр действия, так что если вот хочется стимулирования именно волос, такого, знаете, внешнего, помимо масок и всего прочего, что я перечислила, вот можете попробовать Дарсенваль, к тому же я знаю, что в некоторых салонах Дарсенваль также используют, если не знаете решиться на эту покупку или нет, хотя он стоит совершенно недорого, то можете просто попробовать в салоне, взять несколько процедур, вообще подходит вам такой аппарат или нет. Ну и последняя вещь, и при этом она не менее важная, это то, что постарайтесь меньше нервничать, и постарайтесь, чтобы у вас не было недосыпов или каких-то ситуаций, когда вы слишком напряжены, слишком устали, потому что волосы, они тоже на это реагируют, у людей, которые подвержены стрессу больше, у них волосы выпадают значительно чаще и ломаются, и тусклые, в общем, все это взаимосвязано, поэтому, друзья, надеюсь, что советы вам помогут, в любом случае, знайте, что они помогут в том случае, если вы их будете соблюдать и делать регулярно, если сделать маску один раз, например, маску из перечной мяты, и ждать чуда, ну, к сожалению, такого чуда не случится, поэтому делать нужно все регулярно, несколько раз, и ваши волосы начнут расти, так что желаю вам длинных, красивых волос, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, я вам буду очень рада, и ставьте лайк, если видео вам понравилось, крепко обнимаю, и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok